Друзья, всем огромный привет с Кольского полуострова. Меня зовут Алексей и мы на канале Фишинг Север. Меня в комментариях попросили рассказать о Хариусе, о его ловле, об оснастках. У нас на Кольском полуострове Хариуса ловят в основном, конечно же, это поплавочная удочка, бомбарда, нахлыст и кораблик, ну или торпедка, как иначе его называют. На поплавочную удочку я лично сам хожу ловить его, это в начале лета, когда он начинает подходить к речке, он идет на нерест, ну и тогда вот у реки, в устье речки, ну можно его ловить. На весняночку я ловлю, это из-под камушков я достаю этих маленьких жучков желтопузеньких, мормышечку заглотыш, ну и поплавочную удочку, соответственно. Так, на бомбарду, ну я не так часто рыбачу бомбардой, в основном это в августе месяце на реку хожу, либо в озере. При рыбалке, когда вот сега рыбачу, если где-то стою около речушки какой-нибудь, то тогда да, я могу использовать бомбарду. Ну хотя бы не обязательно речушки, можно около берега стоять и также пробовать в сторону берега, кидать бомбарду и хорюс, да, нет-нет, да попадется. Так, ну речь сегодня, друзья, пойдет о бомбарде. Сейчас я покажу вам несколько мушек основных, которых я использую при ловле хорюса, а потом уже поговорим об основной оснастке. Так, друзья, ну вот смотрите, это вот приблизительный ассортимент мушек, на которые я рыбачу. Довольно-таки неплохие, уловистые. Вот весняночка, имитация веснянки. Неплохой вариант. Это то, что именно кормовая база, можно сказать, кормовая база, относится к хорюсу. Паденка. Тоже сухие мушки. Вот тоже сухие мушки Ретак, Ретзулу, ну что-то вот именно из классики. И нимфы. Вот такие нимфочки. Вот еще одна мушка, довольно-таки большая, фантазийная. Тоже неплохо работает, как в озере, так и в реке. На двойном крючке. Ее можно использовать в качестве стримера. Так, ну что по использованию цветовой гаммы. В принципе, неплохо. Работают мухи, где есть либо зеленый цвет, либо синий. Но опять же, все это подбирается методом тыка. Это все смотрится по погоде. И по сезону. То есть универсальной мухи в любом случае нет. Это однозначно. Так, ну а сейчас, ребята, я вам покажу, как оснащается сама бомбарда. Сложного ничего нет. Ну, правда, придется мне использовать рисунок. Я порисую, как и что, куда и где привязывается. Так, друзья. Ну вот, смотрите. В озере или на тихой воде я принимаю решение ловить на оснастку вот именно вот такого плана. Вот, к примеру, вот эта бомбарда. Дальше идет поводок, на который прикрепляю мухи. Мухи крепятся тоже с помощью поводочков. Больше трех мух я не делаю, иначе будет путаница. Ну, получится как вот схематично сделаю мухи. Здесь вертлюшок с карабинчиком. Это пошла основная леска. На быстрой реке, на быстром течении сначала у меня идут мухи. Поводок с мухами. Потом бомбарда. Также вертлюшок с карабином. И основная леска. Так, ну вот, сейчас я вам рассказал, в принципе, о двух видах вот крепления, оснастки вот этой вот бомбарды. То есть, либо, если рыба предпочитает брать корм сверху, с поверхности воды, либо она предпочитает, ну, что-то типа искать нимфы или малька. Это вот, например, на быстром течении. Это когда у вас идут сначала мухи, а потом бомбарда. Так, вот смотрите, друзья. Есть еще один, третий способ. Когда сначала идет поводок с мухами, ну, как правило, две мухи ставят. Одну потяжелее, что-нибудь либо стример, либо нимфа. Утяжеленная. Здесь тоже что-нибудь утяжеленная нимфочка какая-нибудь. Бомбарда идет. Дальше пошла основная леска. К основной леске крепится поводок с сухой мухой. Что будет происходить, когда вы закинули? То есть, вот эти две мухи будут идти как бы под водой, а муха, которая прикреплена к основной леске будет прыгать по глади воды. И у рыбы, соответственно, будет выбор, где ее брать. Либо она будет охотиться под водой на нимфочке, на мухе, либо будет брать с поверхности воды. Ну, что-то типа плоденочки. Так вот, ребята, смотрите. Один из самых таких важных моментов. Вот, допустим, это гладь воды. Вы забросили бомбарду. Вот у вас сначала идет бомбарда. Дальше пошел основной поводок с мухами. Так, здесь вертлюшок с карабинчиком. Сюда пошла основная леска. Теперь смотрите. Поводки, которые крепятся к основному поводку, должны быть разной длины. Это позволяет при проводке самому регулировать, чтобы мухи могли прыгать по поверхности воды, чтобы они не заглублялись, не тащились, чтобы сзади шлейфов никаких не оставалось. Вот именно, чтобы они скакали по воде, тем самым привлекая рыбку. Ну вот, смотрите, расстояние, которое я делаю между поводками, ну, это где-то приблизительно 50 сантиметров. Длина поводков. Первый поводок я делаю 10 сантиметров, второй 20 сантиметров, третий 30 сантиметров. Это делается для того, чтобы поводки не перехлестывались и мухи не спутывались между собой. Ну, длина основного поводка получается где-то около полутора метров. Получается где-то около полутора метров. Так, ну, теперь я хочу поговорить немножко о самих бомбардах. То есть, они бывают двух видов. Тонущие и плавающие. Ну, это в зависимости ставишь ее где рыбачишь. Ну, например, на быстром течении можно и тонущую поставить бомбарду, чтобы мухи заглублялись, которые идут сзади за бомбардой. На озере я думаю, лучше, наверное, ставить плавающую бомбарду, чтобы бомбарда была сверху и мухами можно было именно вот регулировать, чтобы они прыгали по воде. Ну, и бомбарду я немножко тоже дорабатываю. Но я делаю для того, чтобы у меня была возможность очень быстро поменять, ну, быстро заменить поводки. У меня бывает два-три поводка уже готовых. Ну, чтобы не перевязывать мухи. Потому что, ну, время-то, конечно, тоже занимает, отнимает у рыбалки это время. Можно же сразу быстренько отстегнул бомбардочку и поставил воблера или еще какую-то другую там приманку. Только для этого. Кто-то делает на основной леске бомбарда ходит. Ну, это как бы стационарно, да, то есть, только просто потом меняешь муки. А я делаю так, чтобы и бомбарду сразу можно было отцепить. Ну, вот, смотрите, вот, вот бомбарда, вот в данном случае она заполняется водой. Это водяная. Вы можете любой вес здесь сделать. здесь максимальный вес 20 грамм. Ну, я считаю, что это вполне достаточно даже для дальних забросов. Я немножко бомбарду, так сказать, модифицирую. внутри бомбарды я продеваю поводок. Щучий поводок с карабинчиками. Он идет по всей длине, чтобы можно было удобнее цеплять. Здесь нет основной лески. Кто-то делает на основной леске, но он тогда гулять начинает. Кому-то это нравится, кому-то нет. Я делаю внутри бомбарды вставляю вот именно поводочек на щуку. Вот, кстати, это муха, про которую я говорил. Вот, хорюзовая муха. И вот, это еще в прошлом году рыбачил. В этом году я еще не доставал бомбарду. Бомбарды тоже бывают разные. Бывают тонущие бомбарды, а бывают нейтральные. Ну, все зависит, конечно, от того места, где вы рыбачите. Ну, я вот беру дешевенькие пластмассовые ломбарды, которые можно заполнять водой. Ну, сам вес регулирую. Вот, еще одно такое дополнение. Ну, я, конечно, таким не пользуюсь способом. Ну, кто-то привязывает мухи к основному поводку вот таким вот образом. Вот, это значит, гладь воды получается. Здесь бомбарда идет. Основной поводок с мухами. И я так делаю проще. Я вижу, чтобы у меня мухи в эту сторону смотрели, да? А кто-то привязывает мухи таким образом, чтобы они двигались вот сюда, в эту сторону, чтобы был такой, как небольшой изгиб. Тоже, в принципе, имеет право на существование такой способ. кто-то считает, что так даже лучше. Так, теперь смотрите, друзья, немножко о способах ловли на бомбарды. Вот, к примеру, вот это вот берег. Здесь у нас рыбак. Прямо рыбак получился. Так, течение у нас идет сюда. по реке. Если у нас мухи стоят после бомбарды, мы можем закидывать вверх течение, градусов там под 45, к примеру. То есть, сюда будет идти бомбарда, здесь поводок с мухами, будет сплавляться вниз по течению. Вы в натяжку держите леску, постоянно подкручивая катушку, чтобы мухи прыгали по воде. Ну, это как бы первый способ, да? И так же он сплавляется, до низа доходит, и вы уже на себя подкручиваете до конца леску. Либо я, бывает, просто нахожусь на берегу, забрасываю, вот здесь вот кончик удочки пускай будет, просто забрасываю мушки и держу их. Здесь бомбарда, а здесь утяжеленные мухи. Стример, к примеру, или нимфочки. То есть, просто достаточно находиться на берегу, хариус все равно под берегом стоит, и так же он охотится на эти мухи, то есть, не обязательно даже подкручивать, просто в натяжку держу. Тоже такой способ имеет право на существование. Рабочий, проверенный способ. В общем, друзья, экспериментируйте, не стесняйтесь. То есть, все в ваших руках. Тут, как бы, для вас вы должны сами решить, в каком месте вы будете рыбачить и где, с какими трудностями столкнетесь. Делайте побольше запасных, вот именно уже готовых поводков, на которых расположены мухи. Либо можно упростить немножко. Есть такие нахлыстовые маленькие карабинчики для быстрой замены мушки. Они мне не очень нравятся, потому что бывает, что холодно и руки не слушаются и очень сложно на них будет заменить. Вы можете в интернете поискать, посмотреть. У меня, к сожалению, сейчас нету фотографии, чтобы я вам показал этот карабинчик. Но они небольшие маленькие карабинчики просто с защелочкой. Ну вот по поводу того, как я привязываю поводочки с мушками к основному поводку, я сильно не заморачиваюсь, просто двойным узлом. леска 0,22. Ну тут вам самим решать, какую рыбу вы ловите. Что-то покрупнее, значит можно и потолще поставить. Но мне 0,22 в принципе здесь на севере хватает. То есть на мой взгляд вот такого какого-то единого мнения по поводу как все это делать ну нету. Каждый решает для себя сам. Каждый должен сделать выбор в свою сторону. У меня всегда в запасе два варианта. я например всегда имею возможность поставить бомбарду как и на реку так и на озеро. То есть сначала с одной стороны мухи так и с другой стороны. Также могу и поменять и в речке могу поставить ту бомбарду с которой я охотился на озере или наоборот. Ну все как говорится познается в сравнении надо везде все искать. Зарвы мы как правило охотимся мы ищем когда находим получаем удовольствие ребят если я на вас донес нужную вам информацию я был бы только рад а так если что оставляйте вопросы в комментариях постараюсь на всех на них ответить или уже дополнительно тогда создам еще один ролик в данном случае ролик был можно сказать на коленке создан по-быстрому так что ребята не закинайте помидорами я всех рад вас был видеть на своем канале фишинг север не забывайте друзья подписывайтесь удачной всем охоты берегите себя пока пока